Блеснуть талантом лицидеи и удивить строгой жюри. В Волгоградском областном центре народного творчества прошел финал областного смотра конкурса «Молодость театра». В нем приняли участие представители 15 коллективов в 6 муниципальных районах области и 3 городских округов. Разнообразные постановки и номера представили больше 250 участников театральных школ, кружков и студий в возрасте до 17 лет. Инна Емельянова вдохновилась историей маленькой девочки, которую рассказали артисты театральной студии «Ирис». Беспечное детство девочки омрачали ссоры ее родителей. От проблем она пыталась укрыться в волшебных снах. В них героиня посещала неизведанные миры и знакомилась с удивительными созданиями. Сновидения преподносят ей щедрые подарки и в то же время окутывают страхом в бесконечной борьбе добра и зла. В главной роли Милана Короткая. Юная актрисе – 12. В детскую театральную студию «Ирис» в Волжском она ходит уже два года. В спектакле «Сказки на ночь» она исполняет роль, которую и не каждый взрослый артист может осилить. Я все время перед спектаклем боюсь, а потом, когда начинать спектакль, я в него вникаю. Когда мама мне сказала, что записала мне в театральный кружок, я не понимала, что там будет, может мне не понравится. Но когда я сюда пришла, мне очень сильно понравилось, я поняла, что мне тут будет хорошо. И я очень сильно хочу, когда вырасту, стать актрисой. Формат спектакля «Сказки на ночь» необычен. Это настоящий театральный перформанс, в котором задействованы 70 воспитанников студии «Ирис». Актеры не произносят ни слова. Несмотря на это, зрители понимают, что происходит на сцене. Помогают видеоряд, световые эффекты, музыка и движение персонажей. История рассказана артистами о семье и взаимоотношениях самых родных людей, о том, как дети воспринимают проблемы взрослых. Автор либретто и режиссер-постановщик спектакля «Сказки на ночь» Ирина Мельковская. Спектакли не совсем детские, они больше семейные. То есть идет посыл для взрослых, наверное, для родителей, чтобы все-таки родители задумывались о том, как важно для детей семейная какая-то гармония, вот этот момент, который сейчас очень актуален, так скажем. Очень много разводов у нас по статистике. Дети от этого страдают. Пьесы, сказки, мюзиклы русских, советских и зарубежных авторов. Таков репертуар финалистов областного смотра конкурса «Молодость театра». 250 конкурсантов продемонстрировали свои таланты в разнообразных номинациях. Театр кукол, драматический спектакль, инсценировка и литературно-музыкальная композиция, музыкальный театр и сказка. Главная цель, ну, естественно, устроить ребятам праздник, чтобы они смогли поделиться своим искусством друг с другом, показать друг другу, посмотреть на те коллективы, может быть, которые уже обладают немножко, ну, большим профессионализмом, скажем так. Ну, и, конечно, приобщить их немножко к прекрасному, потому что этот год у нас объявлен годом культурного наследия народов России. Творческие номера участников смотра конкурса оценивали профессионалы. В состав жюри вошли специалисты в области театрального искусства. Очень много талантливых детей. Как раз вот они начинают с малых форм, буквально вот там с трех-четырех лет начинают участвовать и вот достигают высокого совершенства. Я хочу пожелать всем также гореть, также любить театр, потому что он дает в жизни уверенность, он дает понимание красоты и счастья всего, что нас окружает. Театр – это не только сказка и масса положительных эмоций. Играя любую роль, ребенок начинает активно различать мимику, жесты, интонацию и эмоции других людей. И пусть не все участники смотра конкурса «Молодость театра» станут будущим профессиональными актерами, но каждый из них сможет глубже понимать искусство, проявлять интерес к культуре и литературе. Продолжение следует...